Десятки тысяч потенциальных героев сейчас несут вахту на боевых постах в армии и на флоте. Но даже вернувшись из плавания, подводникам Новороссийска не до отдыха. У них началась борьба за живучесть судна. Тонуть, конечно, не собирается. Так называются учебные занятия моряков. На подводной лодке побывал мой коллега Павел Кузнецов. Паш, добрый вечер. Здравствуй, Ксения. Я был не просто на подводной лодке, а на новейшей субмарине проекта «Варшавянка». Сейчас судно находится в порту Прибиски и проходит регламентная работа. Вот у автомобиля есть плановое ТО. Вот это такое же техническое обслуживание, только на флоте. Но во время таких работ экипаж не отлеживается дома, а тренируется. И это не какие-то учения в теории, а с реальным огнем и холодной водой. Ну-ка раз об этом прямо сейчас расскажу в сюжете. Избегать ударов подыхательного мешков для того, чтобы можно получить баррад-рабру. Тяжело в учении. Это про них даже опытные подводники должны тренироваться, чтобы действовать слаженно в любой ситуации. Военные проходят буквально через огонь и воду. Ведь в случае аварии на подводной лодке либо все побеждают, либо все погибают. Аварийная тревога. Пожар в четвертом отсеке. Загерметизирует четвертый отсек. Это всего лишь учебно-тренировочный комплекс. Здесь постоянно проходят занятия экипажа. Тренажер может сымитировать любую ситуацию, любой сложности. Пожар или пробой на отсеке. Причем вода будет бить с таким напором, что и на ногах не устоять. Все, как в реальности. На лодке мало пространства. Где вы здесь подберетесь? А здесь вот все красиво, все есть, все готово. Здесь намного проще в этом плане. Только после тренировки экипаж переходит на настоящую субмарину. И там все повторяется снова и снова. И так до тех пор, пока действия моряков не будут отточены до автоматизма. Учебная аварийная тревога. Поступление воды в трюк первого отсека через подорванный клапан аварийного осушения. В первой отсеке четыре человека. Существует удовлетворительно. Вот так выглядит спасательный гидрокостюм. Его надевают, когда необходимо срочно покинуть подводную лодку. Чтобы мне надеть его, потребовалось помощь посторонних. Вообще сами подводники выполняют этот норматив меньше, чем за минуту и самостоятельно. Сейчас я попробую эвакуироваться с подводной лодки. Посмотрим, сколько у меня займет это времени и сил. Пока я пытаюсь выбраться с подводной лодки, экипаж спасает корабль. За всеми действиями следят на центральном посту. Это сердце субмарина. Тут, как на ладони, все судно. Перекрыть течь в корпусе или потушить огонь подводники должны как можно быстрее. Норматив для них секунды. Для моей эвакуации потребовались минуты. В общем, покидать подводную лодку в экстренных ситуациях не самое простое занятие. Учитывая то, что нужно с собой еще взять 80-килограммовый плод и запас провизии. Ну, неспроста наши подводники учатся этому годами. Честь и мы пала. На новейшей подводной лодке «Старый Оскол» служат больше полусотни человек. Дмитрий Голованов родом как раз из-за одноименного города. Меньше года назад попал сюда по контракту и своему желанию. Закончил электромеханический факультет Московского горного университета. И его специальность пригодилась на флоте. Поначалу, конечно, было все как космический корабль. То есть я спустился, я вообще не понимал, как такое можно было придумать. Дмитрий признается, разобраться в премудростях подводной службы удалось только через три месяца. Экипаж для него уже стал семьей. И для ее членов Голованов иногда проводит экскурсии по родному городу. Правда, по фотографиям. Отсюда хорошо видно панораму нашего города. И, кстати, я живу вон где-то, ну, вот в той точке. Там даже домик, кусочек моего дома видно. Поэтому, да, когда я зашел, сразу так, ну, приятно все это. Старый Оскол – это один из шести кораблей проекта «Варшавянка». Судно было принято на вооружение всего два года назад. Из-за тихоходности засечь его в море практически невозможно. Поэтому в НАТО субмарина уже прозвали «черными дырами». Лодки могут обнаружить цель, которая находится на огромном расстоянии. Изменились и внутренние системы. Если раньше у нас были большинство клапанов, клювики, переключать надо было. Сейчас здесь все это заменяет обычный компьютер, который контролирует гораздо больше узлов и механизмов, нежели на предыдущих проектах. Да, она стала умнее. Подобные большие учения проходят на подлодке каждый месяц. Но получить от руководства отметку «отлично» – за гранью фантастики. В боевой семье не до сантиментов. Если он что-то делает хорошо, не надо ему говорить, что он делает хорошо. Можно похвалить немножко, но всегда говорить ему все его ошибки. Потому что в дальнейшем это скажется на борьбе за живучесть, не дай бог, в море. Павел Кузнецов, Михаил Власенко, Кубань-24, Новороссийск. Паша, я и раньше знала, а вот после твоего сюжета еще раз убедилась, что на подлодке очень мало места. Скажи, в подводнике, наверное, не берут высоких? И ты сам сколько раз головой ты ударился? Ну, пару раз точно, но нет, для службы на подводной лодке нет никакого отбора по росту. Вот один из героев моего сюжета, например, метр восемьдесят четыре, то есть выше меня. И ничего, не первый год служит на субмарине. Хотя, признался, поначалу ходил в шапки, смягчая удары о переборке и трубы. Субтитры создавал DimaTorzok